Пойдем, пойдем. Вот так вот. Так. Меня пока нормально слышно. У меня есть проблема, что меня горит и быстро. Если вдруг меня будет плохо слышно, или я буду слишком быстро разговаривать, то меня останавливает. Хочется обратная связь. Значит, сегодня мы поговорим про персонажа, который у нас сейчас находится на стене. Его зовут Скифай. Он американский композитор. Он, собственно, даже живой, хотя сейчас ему, вот в этом году, получается, будет внутри шестого года 80 лет. Можно тоже узнать. Кто он такой? Пара цитат про него для начала. Показательные. Есть такой человек по имени Эндрю Клевинс. Он музыкальный критик газеты The Guardian. Вот, значит, цитаты его. Райх — это один из немногих живых, конечно, пока еще живых композиторов, кто вправе утверждать, что он изменил направление развития истории музыки. Ну, не каждый композитор. Действительно, это, в общем, оказался спустой. Дальше. Кайл Ганн, такой, значит, композитор и музыковед, который занимается много и практикой, и теорией минимализма, говорит, что Райха, по фактически общему мнению, можно назвать величайшими из неживущих американских композиторов. И третья цитата из композитора Джона Адамса, который тоже минималист, следующего за Райхом поколения, фактически, вот так сказать, ну, ученик или не знаю, продолжатель его дела, значит, что Райх, значит, для всех нас не столько изобрел заново колесо, сколько показал новый способ ездить. То есть, в общем, никаких радикальных новаций, в смысле, там, как бы, поиска новых звуков, да, значит, или новых форм организации музыки, он, пожалуй, не сделал, значит, но у меня творчество взятое в целом, действительно, как бы, составляет вверху Америка. История американской музыки, да, по факту, уже мира был. Значит, кто он такой? Пара слов про него, просто, так сказать, по жизни. То есть, родился он в Нью-Йорке, когда ему был один год, его родители развелись, и поэтому всё детство и юность, собственно, он регулярно путешествовал между Нью-Йорком и Сан-Франциско, то есть между разными частями, получается, между двумя побережьями, по восточному западу. В итоге получилось так, что он учился, общался, завязывал контакты, значит, сначала был под влиянием идей на ту и на другой стороне, как бы получилось, а континенты, а потом уже и сам влиял, да, так что, в общем, в конце концов, оказалось, что, в общем, это двойная доза, что ли, не знаю, творческих влияний, и сыграло, думаю, для него и для фактической истории музыки, а потом немало людей. Так что, в общем, если вы чувствуете, что надо, разводитесь, да, возможно, ваши дети внезапно. За это скажут вам очень спасибо, потом, мне кажется, если вы поймёте. Значит, семья ему принадлежала, в общем, к среднему классу, в детстве, как у многих детей того периода, из среднего класса. А его отдали играть на фортепиано, он несколько лет учился, не знаю, это фортепиано, со стандартом, абсолютно классическим репертуаром. Вот, примерно, с тем же, чему, как бы, у нас в музыкальных школах, на том материале, на котором учат дети. То есть, начиная от классики, там, он с органами приходил, и заканчивая, там, танцом 19-го века. Райха в этом писал, значит, о том, что, как бы, долгое время, там, до 14-го, что они направляли, он ничего не знал ни про музыку до 1750-го года, то есть, как бы, даже баха, рока, и тем более, что-то ещё более древнее. И только ничего не знал про музыку от 1900-го года, и, значит, для наших видов. Вот, соответственно, он занимался каким-то, видимо, успехом переменным, да, а потом, как раз в 14-м лет, у нас случился позитивный, он, фактически, ну, как бы, в сжатый промежуток времени познакомился и с барочной музыкой, в частности, он слышал про андербургские концерты баха, и с музыкой 20-го века, в частности, значит, с балетом австралийского «Весна священная», которая, вообще, 19-го века, штука довольно важная, и основополагающая во многих вещах. Я даже думал, что потом про него сделаем интильную лекцию, но еще не очень скоро. То есть, так или иначе, на райхо и то, и другое оказало, как бы, очень существенное воздействие, и после этого он, как бы, по собственному признанию решил, что будет заниматься музыкой серьезно. И пошел играть на барабанах, все, играет джаз. То есть, ни то, ни другое, значит, нечто третье. Какая-то серьезность, да, шала несколько такими окольными путями, потому что потом, когда он, значит, дошел до возраста, он поступил в Курнерский университ в Нью-Йорке, но Нью-Йорке занимался очень много, а больше занимался философией. Значит, в 57-м году, в возрасте почти 21-го года, он получил, значит, звание или статус, не знаю, бакалавра философии, написав дипломную работу, я просто не знаю, там у них другая система, как бы, дипломов диссертации и так далее, ну, то, что пишут, как бы, чтобы поучить статус бакалавра, да, написал работу по Витгенштейну, ну, Людвигу, это, как бы, такой немецкий философ, довольно, так сказать, не простое освоение, для тебя имеется, идеи Витгенштейна потом тоже, в том смысле, значимые, он и в собственном творчестве их использовал, и даже уже, чуть позже, в 90-е и 2000-е годы. В паре пьес тексты Витгенштейна просто включал в произведение, да, так, соответственно, в общем, это тоже бы на него не прошло. Кроме того, как бы, любая философская школа даёт очень хороший навык письма, да, значит, формулирования идей. И, в общем-то, из, как бы, трёх основных классиках минимализма, вот Райлев был в прошлый раз, Райх в этот раз согласно работе в следующей. Райх наиболее точно и, что ли, не знаю, ну, концентрированно излагает свои идеи, у него их, в принципе, максимальное количество. Про его идеи мы чуть позже сегодня ещё поговорим. То есть в этом смысле не только практика, но и теоретик минимализма репетитивного в какой-то степени. У него есть, ну, книга-эссе Writing on Music, она вышла даже двумя изданиями, сначала в 1974 году, а потом ещё переиздание расширено в виде 2000-2002. Там, в общем, есть, что почитать и, как бы, довольно любопытно и довольно точно вынесли там сказывать. Значит, выпустившись из, ну, поучивший философский статус свой, он начал таки заниматься композицией. Постепенно, несколько привыкло. Первым учителем был Холл Овертон. Ну, для этого попе, я думаю, это не так важно. У Овертона такая фигура тоже любопытная. Он, кроме того, что, знаете, писал серьёзные композиции, был джазовым пианистом, играл со Стэном Гэтсом, например, а также для Телониуса Монка по просьбе Монка занимался оркестровкой его фортепианных пиес, которые потом даже вышли как бы двумя пластинками. То есть, соответственно, влияние, которое Овертон мог на него оказать, оно, как бы, было двустороннее, в том числе, как бы, еще большее погружение в джазовую среду, джазовую гармонию. Для Райха гармония вообще имеет довольно серьезное значение, начиная особенно в середине 80-х годов. И вот, видимо, школа джазовой гармонии нимо него не прошла. Это вообще в музыке очень хорошо слышно. А потом он, познавшись частно, решил поступать уже по композиции в официальное заведение и в 58-м году поступил в Нью-Йорке Джулиарскую консерватуру, которая тогда была, сейчас есть, является одной из крупнейших американских школ высшего, ну, в вузах, да, практически, консерватории. Она не называется консерваторией, но по статусу по факту ей является. Учителей у неё там было два. Я не собирался про них много рассказывать, но он, когда почитал, решил, что по паре слов у каждого из них сказать стоят, они интересные. Значит, это такое вот лилическое оккупение, оно не про Райха, но на данном есть веселые моменты. Значит, вот первый из них Вильям Бергсман. Отсюда слышно нормально? Ну, который, прежде чем стать композитором, был туперным певцом, а потом политистом. А потом таки решил сочинить. Он много чего писал и преподавал. В частности, он написал две оперы, одна из них называется «Собачье сердце». Не только в России эту книжку знают и пишут про него у него. Он был не особенным авангардистом, но и так сказать, крайнему авангарду относился скорее скептически. Значит, единственное, чем он пользовался, это как раз таки алеаторика, то есть организованная случайность. Введение в структуру текста какой-то дозы нечеткой фиксации. В частности, вот как раз на этих «Собачье сердце» у него есть такой персонаж, которого в руках он соединяет, поскольку я помню. «Голос Сталин» по телефону и вот в этот момент, когда звучит «Голос Сталин», в оркестре звучат какие-то алеаторические пассажи и цитаты из «Кармен», «Травиата», донжоанна т.о. «Изакорица» Нусбека я не слышал, но в основном по себе любопытно, и я так понимаю, что на рахе это, скажем так, стремление не двигаться к крайне структуре авангарда, а чуть-чуть на шаг сзади, есть какие-то другие пути. Думал, могу оказать на него одну. А второй его преподаватель, вот он тут есть рядом, Винсент Персикетти. Это, вообще, фигура, как бы, довольно важная для американского и творчества композиции педагогики. То есть, ну, как бы, крупный педагог, я не знаю, в России есть школа со Шостаковича, например. Шостакович сам по себе композитор крупнейший. И, кроме того, у него была куча синих. Вот, примерно, то же самое представляет собой Персикетти в Америке. Кроме Райха, у него учился Филипп Гласс, учился Пэдер Шиккель, про который я сейчас поговорю. И гитаристы тут есть, из присутствующих. Лео Браун, такой гитарный композитор известный среди гитаристов, по крайней мере. Он учился здесь, в Персикетти. Это, вообще, он, видимо, вундеркинг, скорее всего, можно так назвать. Он занимался музыкой с 5-ти лет, то есть, он часто бывает в муковде. Ну, уже кинейджера, он свое образование оплачивал сам, потому что параллельно работал в консерваторе, там, исполнитель Сова и так далее. В 20 лет он уже был завкафедрой теории музыки и композиции в колледже, где-то там, в филадептии у себя, где-то было много. При этом, как бы, параллельно с заведованием в колледже он продолжал в консерватории учиться, фортепиано, композиции, дивиджированию и так далее. И еще будучи студентом в консерватории филадельфийской, он там же возглавил факультет теории музыки и композиции. Параллель. В возрасте он 20-ти плюс небольшие лет. Ну, еще одна деталь. Он написал книгу по гармонии 20-го века, довольно важную поязычную. Известно, что по ней учился, например, Роберт Фрик. Кто такой Фрик? Думаю, ну, все знают, нет? Ну, это основатель, как бы, лидер группы Кинг Фрикса. А также человек, который писал заставки какой-то версии Windows, сколько я не помню. Там одну версию Брайан. И написал заставки, другой был Фрик, а третью был точно. Ну, собственно, вот этих двоих людей учился рад, а также Филипп Глазмортик, в которых они вообще были друзьями в этот период. После этого Райф переехал в Калифорнию. И еще несколько лет получилось там. Видимо, он почувствовал, что нужно инъекционировать из чего-то, как бы, так сказать, ну, более что-то радикального. В Калифорнии в это время как раз, ну да, в принципе, во время войны, в принципе, в Америку уехали из Европы масса композиторов и, в принципе, дети, или культуры, которые в Европе не выжили бы, видимо, да, или выжили бы на стройду. Ну и после войны эти контакты, естественно, продолжались. В частности, вот как раз в начале 60-х годов в Калифорнию приехал Лучано Берио. Это один из, как бы, крупнейших деятелей послевоенного авангарда европейского. Там один из четырех. Так что Хаузен был вес Берио, может быть, нона, модерна еще пятый, да. И вот Берио. Берио – это человек, который придумал поли-стилистику, который ввел фактическую технику коллажа, употребления. Вот, собственно, да, и он, кроме всего прочего, один из пионеров электронной музыки в Европе, ну и, соответственно, по факту и в мире, потому что в Европе все это и началось. Вот Райф, собственно, Берио, получается, три года занимался. А также там еще, значит, уже престарелый Дариус Мийо преподавал. Мийо – это, как бы, фигура чуть-чуть более раннего периода, он с 20-х годов еще сочинял. В свое время придумал такую штуку, как политональность. Вот, как вы кудалатого, помните, да, там, значит, кто пришел в котельную, я говорил, я думал, что, значит, приобщусь там к народной жизни, да, там, спущусь в кучу толпы, а тут вот у вас хотели какие-то политональные навожения, что-то еще. Вот эти политональные навожения, в общем, даже шутили, как бы он придумал как раз-таки Мийо. Он, значит, в свое время работал секретарем у Коли Кладеля, который… Кладель был поэтом, драматургом и одновременно дипломатом, был послом Франции в Бразилию, по-моему, в 20-е годы. И, соответственно, Мийо с ним вместе поехал в Бразилию в должности секретаря, там познакомился с латиноамериканской музыкой, и когда приехал обратно после этого во Францию, стал активно продвигать там вот эти латиноамериканские ритмы, которые тогда еще в Европе были неизвестны фактически никому. То есть, в общем, как бы латино в Европе, в том числе, с его подачи появилась. Ну, в концовстве, но до некоторой степени. Ну, соответственно, вот у них обоих, как бы, да, Райх учился точно, он, соответственно, мог что-то поучить. У нее, в частности, потенциальный интерес, как бы, к неевропейским, вообще, как бы, не западным музыкальным традициям. А у Берева там много чего, и работа с электроникой, и, в принципе, какие-то эстетические взгляды, потому что Берева, он, как бы, тоже человек, который любит формулировать, да, он, как бы, читал много лекций в Европе как раз в эти же годы с попыткой найти новые эстетические основания для авангарда и, вообще, как бы, для дальнейшего развития музыки. И Райх, как бы, он сам Веревел к этому был склонен, ну, и уберил, мог что-то взять. Ну, собственно, на этом образование Райха закончилось, да, дальше уже началась карьера, скорее, да, и, собственно, про карьеру он сейчас поговорил. Начало с того, что, как бы, как все тогда, с того, что начал писать 12-тоновую музыку. Это декафонию, да, технику придуманную еще, там, в 10-20-е годы нововенской школой. Но Райх быстро понял, что это не его, и что число 12 ему интересно не столько в привлажении к высоте, сколько в привлажении к ритму. У него полно, как бы, пьес, в которых и размер 12 восьмых, или какие-то паттерны, в которых 12 звуков, вот как вот это его цепляло больше. С разных сторон он нашел потом подтверждения, или какие-то вещи такие же, основанные, значит, на числе 12 в африканской музыке, где-то еще, потом и в евре что-то нашел, собственно, тоже, да, соответственно, для него это такое важное в жизни, честно. Начал он с того, как бы, пытался что-то искать в гости электроники, писал музыку каким-то авангардным короткометражкам. Вот, например, у него есть музыка к фильму «Plastik Haircut», которую никто не знает, если я так понимаю, да? Я тоже не знаю. Но у меня эта музыка есть. Я даже попробую его, собственно, на «P4» бежит. Эта штука, значит, на ютубе написано под заголовком «Первое произведение Стива Байка». Я понимаю, что все-таки не первое, да? Но, тем не менее, там еще мало того рэка, которого, собственно, мы знаем потом. Но штука любопытная, это такой, собственно, просто красный электронный коллаж. Мы уже сейчас кусочек маленьких послушаем, целиком не будем. Тут не фильм, тут только музыка, к сожалению, и фильм больше. Уфы! Они все-таки не знать Уфы! Русские burпы! Продолжение следует... 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 В данном случае он взят из, тогда было такое нашумевшее дело, гарденской шестерки, там арестовали шестерых негритянских подростков, которые то ли напали, то ли не напали, то ли, значит, на кому-то там, на какой-то фруктовый варек, или на кого-то белого, или кого-то убили, то ли кого-то избили, то ли их избили, наоборот. Я, честно, я просто вчера ночью не успею уже вникнуть подробности, но суть в том, что там пара человек, и в них совершенно точно попало, как бы, под горячую руку, плюс там взрослые, которые потенциально вмешались, значит, попытались вмешаться, их тоже там хорошенькая полиция подолбала, кому-то глаз там выбили и так далее, короче, большой скандал такого, общем, американского значения, и Райх, значит, взял аудиозаписи, то ли показания, короче, каких-то текстов одного из этих подростков, ну, тоже одну фразу, значит, фраза, где подросток говоришь, значит, типа, значит, короче, значит, что-то про кровь текущую из рана, он хотел показать ему его, там, то, что он, come out, собственно, это кровь, которая вытекает, да, собственно, показывается на поверхности, да, тела. Здесь техника чуть другая, он этот фазовый сдвиг, который он случайно накопал, как бы, в топе, если, сразу начинает с ним работать с самого начала, то есть он просто берет два магнитофона, запускает их, как бы, одновременно, но за счет того, что это два магнитофона, все-таки, как бы, чуть-чуть отличаются друг от друга, они даже если внешне одинаковые, да, смотреть даже самое, все равно какие-то микрорасхождение будут, да, в скорости, не знаю, там, в положении пленки исходном, да, уже будет в длине отрезков этой пленки, которая там, значит, наклеивается и так далее. И в итоге получается, что расхождение вообще это накапливается просто-напросто со временем. Потом он еще добавляет туда одновременную перезапись, в итоге вместо двух голосов становится четыре, потом становится восемь, потом еще больше. И в итоге за вот эти самые минуты, которые все это дело происходит, фраза из одной, как бы, очень ясной, да, превращается в такое, как бы, гигантское сонорное поле, в котором исходный текст не различен уже вообще. Он просто тонет, вообще-то такой, как бы, даже не шум, я не знаю, как это носит, наверное, не знаю, или, может быть, саунд, может быть, такой дроун, не знаю, как это назвать. Смысл слов там не понять, оно уже, как бы, от речи остается только тембровые, как бы, и ритмические характеристики какие-то, и то, в общем, ближе к концу с ритмическим уже сложно, потому что там просто такая гигантская каша образуется, гигантского количества наславящихся друг от друга вот этих самых фраз. Журнал Rolling Stone в 99-м году за эту пьесу назвал Райха отцом сэмплирования, значит, и проводил параллели, значит, с тем, что потом, там, еще через 10 или 15, произначил происходить в хип-хоп культуре, там, Ген Мастер Флэш, Кул Херк и так далее. Только это все было, опять же, раньше немножко, да, и подозревший про Райха могли знать. Значит, тут, я думаю, что надо, ну, послушаем сейчас тоже, целиком, наверное, не будем, ну, прям, первый кусок, потом, там, помотаем по разным местам, чтобы увидеть, что дальше происходит. Вообще, я вам рекомендую эту вещь, если будет время, найти тебе, там, 20 минут, там, по-моему, 20 идет, кажется, и послушать целиком, это такой, как бы, абсолютно психоделический опыт, когда нажать ночью в наушниках с закрытыми глазами, это вообще чума просто, аудионаркотики, в честном. Держи, там, по-моему, 20 минут. Продолжение следует... 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 Они игрались в концертах, которые проходили в Нью-Йоркских художественных галереи. Ну и, в общем, концерт на свою мере успех. Мы сейчас немножко послушаем оригинал. Не оригинал, но одну из записей, в принципе, их много. А потом покажу ещё один прикольный вариант, который уже исполняю. Целиком не будем, но надо просто, чтобы вы услышали принцип, как это звучит и что-то получается. Там слышно довольно хорошо. Это выглядело сначала как утолщение звука, потом как ревер или телевер, потом, в конце концов, как бы инструменты расходятся. То есть, слышно, что не один инструмент, а два. И потом, соответственно, они расходятся уже в ровный ритм, но с отставанием, то есть, отмечением какую-то чёткую единицу. Субтитры создавал DimaTorzok 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 И так далее. Он всё практически хорошо слышал. Собственно, вот, дальше вот и идут, потом вот он сокращать получается, или даже в 13-ом, вот он потом сокращать, уходят, вышел, соответственно, сокращенный патт он проходит так же, тоже доиграли, Потом третий, соответственно, вот ещё раз крутится в тонку. Я хочу показать ещё вам одно исполнение этой же пьесы, но замечательно такую вещь. Сейчас, собственно, вы поймёте сразу, чем именно замечательно. Здесь не видео, получается просто картинка, да? То есть, просто один теанист играет, да? Правая рука рука держит темп, а левая рука справляется. Продолжение следует... Итак, на ютубе есть кусочек видео, сейчас не будем это остаётся. Видео, где он на живьём играет, чтобы доказать, что это не просто за лутерком записано или как-то ещё. Сыгра на живьём, есть кусок видео, где он это делает. Правда, не силикон в вашем исполнении, но, в принципе, достаточно того фрагмента, который есть. Пселком он даже не первый, до этого ещё где-то такие же вещи делали, но это, конечно, очень трудно, на самом деле, понятно. У техники пазалового трига есть пара предшественников. Тут нравится и, естественно, отношение не имеет прямого, но на самом деле это настолько прикольно, что решил только чуть поговорить. Один из них — это такой американский композитор Конлан Нэнкэрол, про которого вообще мало кто слышал. Он даже не считал себя композитором, на самом деле. Работал он всю жизнь настройщиком, инженером по работе с механическими пианино. Ну и, соответственно, поскольку доступ был к этим механическим пианино и понимание техники и возможностей, как бы всё это делать, он всю жизнь писал гигантский цикл по названию «Этюды для механического пианино». Соответственно, там заведомо вещи, которые живой пианист играть не может и не должен. И, в частности, среди этих этюдов есть такой подцикл, где он пишет для механических пианино всякие каноны страшных пропорций. Ну, типа там 5Е с пропорциями 20, 17, 14, 11 и так далее, и ещё какая-то, 23. А иногда пропорции бывают вот такие. Я бы не смог это дело записать в файл, потому что ему нужен специальный . Поэтому просто из википедии кусок. Вот такие пропорции, например. Ну и вот такие, да. Самая простая пропорция — это вот Е на Пи. Это идёт, значит, в бремя ты мне неофициально называется «трансцендент». Ну, как у листа, собственно говоря. Который трудно видимо даже механического. Значит, звучит это, по-моему, 40B. Правильно, да, 40B. Вот он тут у меня есть, можно послушать, как это примерно звучит. Идём вот так. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Продолжение следует... 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 Есть элемент может быть, хотя бы и куже. А вот это просто... Я извиняюсь, если это кто-то видел уже, потому что я кому-то точно показывал. Ну и сейчас повеселимся. Субтитры сделал DimaTorzok 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 ДимаTorzok 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 Dnozok Да. Короче, у кого и фаны, у айфоны есть приложение для айтюнса, можно то же самое делать, учиться с тучей. То есть не для айтюнса, получается. Там, когда его запустили, это было в прошлом году, по-моему, в сентябре 2015 года, была информация, что там есть система рейтингов, то есть это такая игра фактическая, у вас тут дольше, точнее, простучили. Обещали, что тех, кто наберёт максимальные баллы, с ними скажется о коллектив фонда на симфонии, чтобы пригласить на живое исполнение этой же кресерой. Может, так оно и получилось, потому что у меня не айфон, к сожалению, а для андроида этой штуки нет. А может, собственно, ещё и есть шанс, может, это ещё не состоялось, если бы есть шанс попробовать догнать лидера в рейтинге. Вот, собственно, эти самые паттерны. Та-та-там, та-дам, та-дам, та-дам. А потом начинают слышаться в какой-то момент. В 1968 году у Река произошло два события. С одной стороны, он решил попробовать вернуться по электронике. И вот с этой же идеей фазовых стыков написал пьесу под названием «Pandal Music» «Музыкомайтник». Он даже не написал, собственно. Там нет двух музыкантов, но толком нет. Пьеса, представьте себе, концерт такой. Там динамики, да, а над ними качаются микрофоны. Музыкомайтник. Соответственно, когда они проходят от динамика, начинается фитбург. Когда и насколько сильно начнётся, я не знаю, от чего это зависит, насколько запрограммировано. Сам Река это дело не записал. И, собственно, первая реализация была в конце 90-х годов. Уже группа «Sonic Earth» это дело сделала. И эту реализацию выпустили, значит, есть такая тремницкая коллекция «Ом ООНЧФ». Ну, как бы, как мантра, да? Значит, «Earling Gurus of Electronic Music». То есть, как бы, ранний гуру электронной музыки. Это периода, когда всё начиналось, да? Начиная там ещё с Куэра Рокма, который в этом Томбинбоксе Чичайковского. И заканчивая, так, я думаю, закончилась тут. А нет, всё идёт нормально. Вот через Райха, там, через всех, как бы, ранних электронщиков, как бы, и европейских, и американских. Потому что было несколько очагов, как бы, электроника развивалась. Было в Италии, было в Кёльне, в Германии, было во Франции, была в Америке, в Принстонском университете. Вот, собственно, они всё это собрали аккуратно, как бы, самодельственных достижений. И издали аж целых три диска, и там куча дичайших интересных, просто, вещей. Если что, вдруг, рекомендовали найти «Анергализм» на торрентах, ну, меня, естественно, сказали, на русском первом. Только он не с собой, но, в принципе, и есть. Значит, а также в 68-м году Райх, наконец-таки, решил высказаться о том, что, как он делает, и почему именно так. Он написал такую, ну, для себя, да, в принципе, не только для себя, словополагающую статью под названием «Музыка, постепенно развивающаяся процесс». «Music as Gradual Process». Вот, о чём, что он там писал. Ну, сейчас вам, как бы, кратко перескажу. Ну, потом, если интересно, можно найти его. Я не знаю, если перевод на русский, но на английском точно есть. Она и в интернете лежит. Значит, положения там были следующие. Первое положение. В сочинении структура должна строиться так, чтобы её было слышно, да. Мы об этом говорили в прошлый раз, опять же, да. Это была полемика, как бы, с техниками, как бы, вообще, с тем, как строился там, авангард предыдущих поколений, где, как бы, структуры были, была масса идей, но очень трудно было всё это дело услышать, не глядя в ноты и не анализируя их часто даже специально. Об этом думал и Райли, об этом, в частности, очень много думал Райх, об этом думали следующие поколения в Европе с авангардом, собственно, в 70-е годы, там, в конце 60-70-е. Это был такой тренд, вернуться обратно, как бы, значит, к музыке, как к искусству различимого у нас. Второй принцип был участие слушателя в сочинении. То есть, собственно, что имеется в виду? Райх, вот, собственно, ещё на электронных пьесах и потом пианой Violent Face, собственно, обнаружил, что есть штуки, которые не запрограммированы. То есть, тогда возникают именно у слушателя в ушах, так называемые результирующие паттерны. Когда у нас, скажем, две партии, которые расходятся там в канонах, в разное время начинаются, то, скажем, по верхним точкам мелодий, которые возникают, собственно, разные, возникает какая-то новая мелодия. Ну, собственно, даже вот, как в хам-аут слышали, там возникает какой-то звук, как гитара, да-да-дам, да-да-да, чтобы ближе к концу, потом что-то появилось такое. Это то, что, как бы, не предписано, но вот это у нас так лучше работает, что они пытаются сквозь поверхность найти, как бы, нечто выступающее. Ну, собственно, Райх, соответственно, как бы, ему это нравилось, как бы, такие психоакустические вещи. И он сознательно даже это делал, как бы, какие-то песни выстраивался на то, что это будет и появится, так или иначе. Дальше следующее тоже важное его положение, вот то, о чем мы говорили в связи с неевропейской музыкой. Райх эту идею распространяем чуть шире и, по крайней мере, очень здравая, на самом деле, идея. Писалось следующее, что по факту любая музыка, где бы когда-нибудь было написано, это музыка этническая. В каком смысле? В том смысле, что она всегда обусловлена конкретным временем, местом, обществом, в котором она создана. Ну, или, по крайней мере, должна быть так, да. Другое дело, значит, что Райх из этого выводил поважение, что вот есть там музыка Шонберга, классика модерна, на которой потом, как раз, значит, писать похожим образом, учили ее в те времена, когда Райх учился в композиции. Ну, значит, Шонберг — это музыка конкретно Вены времен, там, первой мировой войны, там, до нее, во время войны и после войны. То есть, конкретно Австрия, начало, там, ну, как, ну, первой половины 20 века. И, соответственно, музыка Булеза, там, как бы, одного из классиков Алангарда уже после войны, это музыка, соответственно, о Европе после войны, да, значит, она решает те проблемы, которые были нужны, которые были значимы для людей того периода, как бы, да. Соответственно, дальше о чем говорит Райх? Потому что подражать этой технике, которая выросла не просто из них, она не на ровном месте возникла, она из чего-то выросла. Подражать этой технике в другой культурной ситуации, в другое время, в другом месте, вокруг других проблем, означает лгать просто себе, потому что это не мы, это музыка не про нас. Мы можем это имитировать, но по факту, когда, да, это не укоренено в том, где мы сейчас находимся. Соответственно, идея какая? Писать о своем, да, о том, что происходит сейчас. И, в общем, Райх фактически так, как и Райли, и, в общем, по большому счету, любой успешный композитор так или иначе находит некие слова, которые говорят не о каких-то старых моделях, а о том, что происходит в данном времени. Как это искать? Ну, тут уж, как бы, да, Райх, по крайней мере, ты ее сбросил и правильно сделал. Мне кажется, как бы, ну, если не бесспорно, то уж точно не бессмысленно, в нем есть что-то, в этой идее. В общем, стоит, в чем подумать. Поискать что-то вокруг себя, то, что, как бы, значит, будет описывать наше время и наше место, а не какое-нибудь другое. Значит, следующий этап, следующий, как бы, тезис здесь же. Разделение европейской музыки и не европейской, и стремление, если мы, как бы, погружаемся в какую-то этническую традицию, то не заимствовать из нее поверхностно, а, как бы, добираться до каких-то ключевых, общезначенных структурных принципов, таких, которые будут независимы от того, где это, да, то есть, как бы, Райх, он ездил в Африку изучать, там, как бы, в Ганну конкретно, изучать, как бы, технику на барабанах африкойского. Потом он изучал Гамелан на Бали, потом он изучал, как бы, еврейскую синагогальную кантилляцию, решил исполнить, собственно, в конкретном европейском происхождении. Вот, и везде он находил какие-то вещи, которые стыковались с тем, что он делал до этого. То есть, вот, тот же рисунок, как бы, та-та-там, та-там, та-там, который в Хайпинг-Мюзик, собственно, это один из, как бы, типичных рисунков каких-то африканской, как раз-таки, техники игры. Но Райх утверждает, как бы, ну, и нет, в принципе, причины ему не верить, что он этот рисунок нашел сначала сам у себя, а уже потом поиграл. Собственно, в Африку и там нашел подтверждение о своем собственном идее. То же самое касалось, в принципе, всего, что он делает, как бы, он несколько раз уже там писал, почти то же самое с этими псалами еврействами, которые он потом вставлял чуть позже, при этом сегодня не будем говорить. То есть, вот, найти какие-то вещи, которые будут работать независимо от этноса, да, но при этом будет говорить о том, о чем, как бы, значит, о той ситуации, в которой мы сейчас находимся. Это, как бы, ну, это непростая каша задача, но, в общем, как бы, на примерах там пока тут кило звучит. Значит, и последнее положение в этой же статье, значит, это, собственно, цель того, что мы делаем. На тот момент это было важно, да, собственно, сейчас, как бы, я думаю, эта идея не потеряла актуальности. Идея создать, как бы, ну, то, что назвали потом третьим течением, или уже тогда назвали, да, то есть музыку, с одной стороны, популярную, да, то есть доступную для восприятия широкой публики, но не примитивную, и, как бы, вот, значит, найти какую-то среднюю звено между крайностями, как бы, элитарной и массовой культуры. Ну, в общем, у нас, конечно, у Райка там получилось. В конце концов, как бы, его прекрасным образом играют, с одной стороны, в фью-армониях, да, с другой стороны, его, значит, играют, там, на рок-фестивале в Бастен-Дуре, и тоже, значит, и там и там с успехом. Ну, конечно, не знаю, что получится у всех, но, тем не менее, да, вариант возможен. Значит, потом пару следующих пьес Райка я пропущу, что они, как бы, они интересные, но надо перейти к главному блюду на сегодня. В 1971 году, получается, Райк основывает свой ансамбль, который называется Стив Райк и Музишнс. Очень просто. Стив Райк и Музыканты. Это классическая сутка про композиторов и музыкантов, да, то есть, как бы, есть композитор, а есть музыканты. То есть, композитор и что-то другое. Значит, этот ансамбль, при том, что ему, в общем-то, получается, 45 лет, да, он существует по сей день. Они играют, и многие из тех, кто начинали вот тогда, вот играют им до сих пор. Значит, начиналось это с трех человек, потом постепенно доросло до 18 и даже больше. Значит, ну и, собственно говоря, в некоторое время они просто играли, а потом, после успеха вот той пьесы, к которой мы сейчас перейдем, они стали активно гастролировать по всей Америке, по всему миру. Значит, эта пьеса сразу говорит, собственно, пьеса под названием музыка для 18 музыкантов. Одна из главных пьес Райха, да и, в принципе, одна из главных пьес второй половины века, пожалуй, этого в целом. Значит, долгое время вот этот, собственно, коллектив был единственным ансамблем, который исполнял пьесы Райха. То есть, Райх больше никому не давал, сам играл. Естественно, он был не только там, как бы, вдохновитель антенны, поскольку он, как бы, ударник, да, он участвовал в исполнении. Собственно, поэтому у Райха так много, как бы, барабанов или, как бы, барабанного саунда в пьесах, как бы. Потому что он уйдет от себя, от того, что он умеет хорошо, в частности, собственно, барабанного. Параллельно с этим где-то свой ансамбль собрал Филипп Глаз тоже. В общем, вот с этого началось, такого раньше не было ансамбля, да. Чтобы, как бы, композитор собрал ансамбль, да, и, значит, и сам им руководил. До этого композиторы полагались на какие-то сформировавшиеся коллективы или, там, как бы, ну, в оркестре, не знаю, ансамбле, что ли там. А тут, в общем, человек придумал, как бы, да, и сам играет с ним собственную музыку, иногда чужую, хотя, насколько я помню, и Райх, и Глаз занимались только исполняем собственной музыки. То есть, в общем, вот, в 70-е годы у композитора появился новый тип карьерной перспективы, да. Организовать свой коллектив, как бы, ну, это, ну, рок-музыка такая, по факту, значит, и играет с ним сам симплик. Райх, собственно, об этом даже писал потом в каком-то интервью, адресуясь конкретно к композиторам, про то, что, как бы, вам мало музыку написать, да, ее надо потом еще исполнить. Причем не просто исполнить, да, надо желательно, чтобы все было сделано с максимальным качеством. То есть, не надо, как бы, делать, как бы, так, жаловаться потом, что вот, там, музыканты не поняли, там, было сложно, была репетиция, это все чухняшно называется, да. То есть, сделайте так, чтобы ваша музыка прозвучала, потому что ноты знает мало кто, да, по нотам никто ничего не поймет. Если вы хотите донести свою музыку сначала до исполнителя, а потом и до публики, надо, чтобы, как бы, у вас это получилось. То есть, публика смотрится только через звук, и, в принципе, это правильно. Вот, поэтому участвовать самому, искать единомышленников, объяснять, репетировать, записывать, доводить, как бы, то есть, в общем, как бы, ну, у нас есть примеры, как бы, то, что это, в общем, возможный вариант, на самом деле, в общем, довольно здравый. Так что, надо делать, да. Ну, собственно, вот, теперь переходим к музыке двадцатого музыканта. Райх писал его три года. Это для него, как бы, он, в принципе, все пишет не быстро, да, что, как бы, есть куча других дел есть. Но даже для него это необычно долго. В этом есть много причин, одна из которых то, что это, как бы, для него необычно большой состав. Там восемнадцать музыкантов не означает, что там восемнадцать инструментов, а суллетов там больше. Там, если играть вот то, тем составом, который написан в партитуре для восемнадцатой черпионов, то примерно половиной будет дубли. Причем там дубли, типа, там, Рояль, Шейкер, например, или там, не знаю, Марин, Мегафон, или, там, Мегафон, Рояль, кто-то еще там, ну, там, Кварнет, Баскварнет, понятно. То есть, теоретически, количество музыкантов может быть увеличено там, отчасти двадцать пяти смело. Поэтому, что в той записи, которую я хочу показать в видео, там, кажется, таких, по-моему, девятнадцать или восемнадцать, потому что мы решили, видимо, начать что-то раздублировать, это двумя разными партиями. Но это реально, как бы, трудно. Там, если он идет час, я, в общем, это, ну, на выносе очень мало степени. Значит, это, в общем, как бы, подытоживание всего того, что Райх делал до этого. Там, есть все его технические идеи, там, про часть из них я сказал, про часть не сказал. В общем, вот, все то, что он придумал до этого в гостях, ну, минимализма и способы работы, как бы, с нотами, вот, техники минимализма, он все это туда поместил, и плюс придумал кое-что еще. Он писал не только он. Кроме того, там довелся такой фактор, как гармония. До этого у него была гармоническая статика, полнейшая. Там есть некий паттерн исходный, и всё, он не развивается никак. Какие ноты были, такие и будут. А тут у него за первые пять минут в музыке 18-музыкантов у него в гармонии происходит больше, чем за все предыдущее время, за все пьесы, которые он писал, в принципе. Тут стало ясно, что Райха на самом деле хороший гармонический слух. Видимо, Джасмин помог в этом смысле. А может он был к этому предрасположен, и Джасмин только вывел то, что у него было до этого. Там красиво, в общем, в итоге. Простая характеристика, но она не в любой музыке применена. Там он просто красивый, аккорды подобрал. Их там 11, и они пряты на слух сами по себе, даже без относительно всего остальных. И плюс Райх там же придумал ещё одну историю. Тоже он не один этим занимался или об этом думал. Идея следующая. Он, в принципе, всю жизнь, с самого начала занимался тем, чтобы принцип, по которому строится музыка, был не избран композитором произвольным образом. Чтобы он был внешне найден. Или магнитофоны ему подсказали, или что-то из магнитофонов. Он выявил несколько цикл из других ещё идей. В данном случае он исходит из того, что у нас есть собственное тело. И это тело, у него, соответственно, какие-то физические ограничения. Например, длина дыхания. То есть мы можем дышать, как бы выдыхать, но не бесконечно. Оно не поздно дыхание окончится, оно будет воздушно. И он предлагает, собственно, продолжительность выдоха как меру ритмической длинности. Там есть то, что поют вокалисты, количество повторов, оно не выписано точно. Вокалисты поют так, чтобы пока дыхание не окончится. Соответственно, все остальные слушают их, и, в принципе, там партитура написана так, что музыкантам надо слушать друг друга. Музыкант там печаль, но деваться не было. Вот, собственно, эту идею он потом тоже активно разрабатывал, и лет следующие десять, я думаю, как у него. Вот, собственно, те фактуры, которые я там нашёл, в принципе, у него потом кочевали из пьесы в пьесу неоднократно. Я в свое время, когда собрался его послушать много, а вот просто всё, что у меня было в тот момент накачано, какое-то мне даже надоело, потому что, как бы, ну, нельзя слушать композитора прямо подряд. Ну, или никому-то можно, но, как бы, часто, если слушаешь много, в конце концов, начинаешь видеть повторы, только когда композитор сочиняет, как бы, у него другая ситуация, на тот момент мало кто знает всё творчество целиком, поэтому, как бы, ему даже есть резон повториться, чтобы, в конце концов, там, с двух-трёх раз слышало достаточно большое количество людей, то есть здесь хорошая идея, он донести до всех, в конце концов. Вот. А потом, когда композитор в контакте установился известным, его, значит, там, из десятидисковых коллекционных сочинений, ты начнешь слушать подряд, ты, собственно, все эти повторы начнёшь видеть, начнёшь раздражать, правильно? Но деваться некуда, тут как бы, иначе этой коллекции просто не будет, и, в принципе, ты про него не услышишь, и всё про этого композитора. Собственно, после этого, да, у Райха, когда эту штуку сыграли, да, у него случился, в общем, такой стратосферный взлёт в карьере, он стал классиком, фактически, сразу, там, не до следующего утра, да, ну, там, спустя какое-то очень короткое время. Дальше, там, значит, вот, по составу данный момент, у него две премии и Грэмми, за эту песню, кстати, а, ну, им дали за какую-то более позднюю, 99-го года запись, дали Грэмми, собственно, за лучшее произведение, там, инструментальной музыки, запись в текущем году, и за другую песню, ещё другая. У него есть Пуллицеровская премия, это американская, ну, такой, американский Оскар, я бы сказал, что ли, такого типа, да, для музыкантов. Ему дали «Золотого льва» на Венецианском бьеннале, значит, за достижение в музыке, просто, так сказать, за всю жизнь. Он, значит, вот только что в марте 16-го года его сделали почётным доктором Лондонского Королевского музыкального колледжа, в общем, короче, теперь у него куча регалий, куча записей, дисков, концертов и так далее. Теперь про него все знают, как бы, да, значит, там, продажи, альбомы, ремиксов, то есть, собственно, есть альбом, альбом, он называется «Райх Ремикс», где, как бы, музыканты, не имеющие академическое и музыканты отношения, занимаются ремиксами пьеса «Райха». Это, значит, они даже били конкурс, насколько я помню, отобрали лучшее, собственно, и потом и знали то, что получилось. Так, премьера этой пьесы была 24 апреля 76-го года, то есть, как бы, вот, собственно, буквально месяц мой снять небольшой, мы будем ждать на 40-летие ее выхода. В 2003 году Дэвид Боуи включил эту пьесу в список своих 25-ти любимых альбомов, что я тоже о чём-то должен говорить, да? Значит, я предлагаю... Она идёт, ну, там есть разные записи, значит, вот у меня есть видео скачанное, я хотел, чтобы могли не только слушать, но и смотреть. Видео, в нормальном, в принципе, исполнении, оно устроено по качеству, по звуку. Оно идёт час-пять минут. Осилим целиком. Я бы послушал. Окей? Вот, значит, по структуре, чтобы вы знали, к чему готовиться. Значит, там есть вступление, заключение и основная часть. Вступление и заключение называется пульсом, да? Там, собственно, идёт вот это чередование, поочерёдная смена этих самых пульсирующих 11-ти аккордов. Потом основная часть — это на каждой из этих аккордов идёт вот такая вот минималистская вариация по очереди. На первой, на второй, на третьей, собственно, они занимают большую часть времени эти вариации. А потом в конце кода — это опять те же самые пульсы, и, значит, цыгленные ещё раз, чтобы он не замкнут. Собственно, и всё. Я думаю, на этом я замолкаю, запускаю его видео. И сейчас. А, пять минут, можно снять минут вперёд? Перёд? Да. Сделаем пять минут вперёд, да? Да. Давай, пять минут вперёд, но включим. Да. Спасибо. Спасибо.